Продолжение следует... Продолжение следует... ...взрослых, но почти не используется в детской педагогике. Хотя техники наставничества развивают самостоятельность, soft skills, эмоциональный интеллект. И сегодня мы поговорим о том, как же инструменты коучинга помогут решить педагогические и организационные задачи. К разговору мы пригласили сертифицированных коучей. Слово предоставляется Сейджановой Римме Аманжоловне. Сейджанова Римма Аманжоловна является сертифицированным коучем Европейской ассоциации коучинга 2014 года. Она также является сертифицированным тренером Национальной палаты предпринимателей Атамикен. И сейчас мы послушаем педагоги. Можем использовать инструменты коучинга. Слово вам! Добрый день, уважаемые коллеги! Очень рада сегодня с вами быть в одной аудитории. Меня зовут Римма Аманжоловна из Сейджанова. Я надеюсь, что меня хорошо слышно и видно, потому что я не слышу. Все хорошо со звуком у нас и с картинкой? Да? Да, все хорошо. Отлично, спасибо большое. У меня есть 15 минут, за которые я хочу вам рассказать несколько практических инструментов коучинга. Поскольку вы у нас все практики, вы занимаетесь практической деятельностью, я постараюсь с вами сегодня разобрать практические инструменты, которые будут вам удобны, нужны, я надеюсь, в вашей работе. Перед тем, как приступить к этому, я хочу сказать два слова. В чем разница между коучингом и психологией? Конечно, об этом знают, но и тем не менее в двух словах расскажем. Поскольку я, как практикующий психолог, уже больше 15 лет работаю, и у меня есть свое представление о том, когда нужно использовать коучинг, а когда нам нужна психология. И вот эту разницу я вам сейчас хочу объяснить. Психолог, ну, мы знаем, что в психологии есть много разных направлений, методик, и в психологии очень важно понять причину, как в любой науке, да, нужно понять причинно-следственную связь, почему сегодня у клиента возникла такая ситуация, и откуда растут корни, да, так сказать. И потом только мы переходим в, ну, берем такой ракурс в будущее, и, соответственно, чтобы, как говорится, не наступать второй раз на эти грабли, да, прорабатываем какие-то вопросы, ситуации с клиентом и так далее. То есть в психологии более такое глубокое изучение вопросов всегда есть, присутствует, ну, как в любой науке. В коучинге все более динамично, я бы сказала, потому что в коучинге основная направленность деятельности – это направленность в будущее и более динамичный подход, потому что здесь очень важно принятие решений, очень важно переводить любые ситуации в ресурс и направлять в будущее. поэтому инструменты коучинга, они более, я бы так сказала, они более быстрые, что ли, ну, то есть, и вот именно в практике с детьми они очень удобны, то есть, ну, потому что рассчитывать на глубокую рефлексию с ребенком, что он будет искать причины своих каких-то действий, не следует, а нужно направлять его на то, что в будущем, да, как он будет себя вести в будущем таких ситуаций. Вот, это просто в двух словах мое мнение о том, чем отличается коучинг и психология. Мы еще, это первый момент, второй очень важный момент, что в коучинге обязательно присутствует сопровождение до результата. То есть, если психолог, он может быть как, есть такой термин психологии, как костыль для клиента, то есть, когда он не может еще устойчиво стоять на своих ногах в каких-то ситуациях, то психолог всегда ему окажет помощь, ну, будет его опекать, ну, в зависимости от того, какая задача стоит. То в коучинге, коуч не зря от английского, более динамично. Это как тренер, который заключает контракт со спортсменом, что вот мы с тобой начинаем работать, и через три года ты должен попасть на Олимпиаду. И спортсмен подписывается под этим контрактом, и тогда тренер начинает, ну, тренировать его, в общем, и в хвост, и в гриву, и спортсмен, ну, подписался под этим, он должен выполнять, вернее, он должен выполнять свои обязательства, чтобы достичь результата. Вот в коучинге очень важен вот этот момент сопровождения до результата. В психологии такого требования нет. Вот эти два момента, которые кардинально отключают посредственно к инструментам коучинга. Вот уже пять минут своего времени я на это как-то потратила. Итак, смотрите, в коучинге очень важно уметь знать и различать типологию вопросов, потому что в коучинге очень много вопросов. Умение задавать вопросы, знать, какие это вопросы, когда какие вопросы задаются, это очень важное качество. Какие мы знаем вопросы? Вопросы бывают, ну, во-первых, вопросы бывают открытые и закрытые. Это самое главное, что нужно знать о типологии вопросов. Что такое открытый вопрос и что такое закрытый вопрос? Например, если я вас сейчас спрошу, нравится ли вам то, о чем я вам сейчас рассказываю, вы можете ответить «да» или «нет». И это будет очень короткий ответ. И этот вопрос будет закрытый вопрос. Он не располагает к дальнейшей нашей с вами беседе. А в коучинге, ну, как бы, как в любой беседе, в любом диалоге, нужно продолжение. Поэтому нужно уметь задавать открытые вопросы. Тот же самый вопрос я как открытый задала бы, что именно вам хочется узнать или что именно вам нравится в том, что я говорю, или что именно вам не нравится в том, что я говорю. И тогда вам придется что-то вспоминать из тех пяти минут, что я сейчас сказала, и найти какой-то момент, который вам нравится, то есть найти какой-то ответ на этот вопрос. И из этого ответа последует мой следующий вопрос и так далее. И это открытый вопрос. То есть вот таким образом, я надеюсь, вы поняли, что такое открытый и закрытый вопрос. Я надеюсь, что вы вспомнили то, что я вам рассказала в предыдущие пять минут. То есть открытые и закрытые вопросы. Это важно. Если вам интересно, вы, конечно, можете более подробно это изучить. Техника задавания вопросов, типология вопросов. Кроме открытых и закрытых вопросов, есть еще, например, такие хитрые вопросы. Например, вопрос вилка. Это такой вопрос, когда вы говорите с ребенком или с клиентом, и вы задаете ему вопрос. Ну и ты, когда тебе удобно сделать это задание? Например, на этой неделе или на следующей? Это вопрос, который, казалось бы, дает человеку выбор. То есть ты выбираешь, на этой неделе тебе сделать это или на следующей? На самом деле это хитрый вопрос, когда вы уже решили за клиента, что он должен это сделать. Вы просто, это такая иллюзия того, что он отвечает, что он выбирает. Это большой оставшийся выбор. Это вопрос вилка. Вот такие более сложные, более интересные, более такие хитрые вопросы можно использовать в коучинге. Это очень важно и нужно делать. И я вам советую прям этим более подробно изучить эту тему. Что касается еще в построении диалога и в технике задавания вопросов, то в любой коуч-сессии, ну то есть любая встреча с ребенком или с клиентом называется коуч-сессия, да, и в конце, то есть нужно обязательно понимать, то есть логическая цепочка должна быть, да, должно быть начало, должна быть кульминация и должно быть завершение обязательно любой встречи. И очень важно в завершении любой встречи правильно завершить. Нужно спросить, как ты себя сейчас чувствуешь, какая разница между тем, когда ты пришел и как сейчас, какие выводы ты сделал и так далее. То есть нужно обязательно, чтобы у ребенка остались какие-то важные моменты от беседы с вами. То есть вот этот диалог, он внутри, он состоит из важных вопросов, а весь он должен быть логически правильно простроен и иметь правильное завершение. Так, это первый инструмент, значит, вопросы. Следующий инструмент, это инструмент осевое время. Вот у Карла Ясперса есть такая теория, давно уже достаточно известная, осевое время. Но это про то, что мы часто живем уже вот в моменте, вот сегодня утром, что у меня произошло, и кажется, что это вся моя жизнь из этого состоит. А можно взять просто лист бумаги, например, да, начертить какую-то ось координат, ну это такое, и на этой оси распишите свою жизнь. Вот сейчас вы находитесь вот в этой точке, а год назад что с вами было? А там пять лет назад я закончила там университет, или там десять лет назад у меня родился ребенок, а там сколько-то лет назад я впервые вышел на работу. А тогда у меня было вот так бусинки на ниточку, бусинки нанизать, сделать ожерелье и понять, сколько оказывается у вас опыта, сколько у вас интересных там скиллов, сколько, много чего вы знаете. Мы же часто это забываем, иногда обесцениваем то, что мы умеем делать. И вот это, и ребенку это тоже важно показать. То есть то, что ты сегодня получил двойку, или то, что ты сегодня подрался, это не вся твоя жизнь, да. У тебя были какие-то успехи, у тебя были какие-то... То есть обязательно нужно этот старый опыт тоже использовать как ресурс. И не рассматривать его как вот в этот момент, да, и делать выводы из этого, а из всего, что про него еще можно на это осевое время нанизать. То есть кто я, где я, откуда я иду, и обязательно вперед. Вот то, что я говорю в коучинге, это обязательно должно быть направлено вперед. А как ты хочешь, чтобы было дальше? А как ты думаешь, что будет дальше? А какие планы? А куда ты идешь? И вот эта визуализация в конце на этой картинке тоже очень важна. Нужно закрепить будущий результат как реальную картинку. А как ты хочешь? И причем детали визуализации тоже очень важны. Я хочу хорошо, круто. А как ты будешь заканчивать? А какие экзамены ты будешь сдавать? А кто придет на твой экзамен? А в чем ты хочешь быть? А какие цветы ты хочешь подарить своей учительнице? То есть чем больше деталей есть в визуализации, тем более ясная картинка будет складываться у ребенка. Следующий инструмент, он называется рамка. Рамка, как если бы, вот эту рамку я вам расскажу, потому что часто бывает, что ребенок или клиент не готов отвечать на наши вопросы. И он бывает пассивен. Какой результат ты хочешь быть? Я не знаю, или я боюсь, я не могу предположить, не могу себе представить. Вот эта рамка, это такое, позволь ему помечтать. Это называется, как если бы. И тогда вы спрашиваете, а если бы ты знал? Вот представь себе, что ты знаешь. А если бы тебе сейчас разрешили все, чтобы помечтать, все, о чем ты хочешь? Вот эта рамка, как если бы. То есть это такие, образно говоря, это такая капсула, в которую вы разрешаете зайти ребенку и помечтать. И тогда там могут быть какие-то такие вещи, которые в реальной жизни он не мог себе позволить представить. Вот такие рамки тоже, ну, это такой классический коучинговый инструмент. И вот эта рамка, как если бы, она очень удобна в работе с детьми. То есть когда вы разрешаете ему представить ту жизнь, которой у него еще никогда не было, и он даже не знал, что об этом можно мечтать, то здесь очень много можно ресурсов потом получить. Следующий инструмент. Я надеюсь, что вы успеваете записывать. Третий инструмент. Этот инструмент называется под упражнение, называется поток 100. Поток 100. Упражнение прям вот так и выполняется. То есть человек берет лист бумаги и пишет сверху свою цель или задачу, в данном случае ребенок. Какая у него задача? Закончить и сдать ЕНТ. Ну, условно, я не знаю, как я могу. И у него, или поступить в какой-то университет. И он должен, во-первых, это упражнение делается стоя. То есть ребенок берет лист бумаги, ручку и ходит. Он должен написать 100 вариантов решения этого вопроса. 100. Почему именно 100? Потому что он будет сначала писать, и это со всеми работает, и с детьми, и со взрослыми. Он напишет 2, 5, 10. На 15 он начнет буксовать. Человек. Ну, потому что рамки его представления о решении этого вопроса заканчиваются на 15-20 вопросе. Ответьте. Все. У него нет других способов решения этого вопроса. Вообще даже, как говорят, даже в мечтах не было. Вот у него не было. А задача, чтобы он расфокусировался. И он начинает писать все, что угодно. Это как мозговой штурм. Он говорит, ну, допустим, прилетит волшебник, подарит мне миллион долларов, и я поступлю в это. То есть когда он начинает снимать вот эти барьеры, может быть, искусственно созданные, или там под влиянием запреты вот эти все снимать. Здесь ему разрешено мечтать, разрешено различные способы искать. То, ну, это работает, как мы все знаем, что мы работаем с сознанием, но нами рулит подсознание, да? Поэтому здесь появляется возможность расширить границы и представление о своих возможностях. То есть человек, который выполняет это задание, он раньше думал, что он только вот так может сделать. А потом он пишет 100 каких-то невероятных способов, которые, может, реально в жизни не произойдут, но так мозг переключается, нейронные связи так переключаются, что в жизни, в реальной приходит какое-то решение, к которому раньше он не мог подобраться, а теперь он, ну, потому что у него эти запреты сняты. Вот это поток 100 очень удобное упражнение. Так, дальше и заключительный, и временно закончилось. И заключительный инструмент, который я хотела бы вам порекомендовать, это вопрос, такой очень сильный коучинговый вопрос, который, ну, я использую довольно часто, когда клиент приходит с ситуацией или с проблемой, ну, достаточно сложной, да? То, что он называет проблемой, вопрос, который поможет перевести проблему, превратить ее в ресурс, то есть такая модификация происходит. То, с чем человек ходит, потом выясняется, что это его и как бы спасет, это его и выручит. Вопрос заключается, он звучит так, что в этом хорошего? Например, приходит человек и говорит, я не могу, я потерял работу, или там, я развожусь, у меня семейные проблемы, все. И тогда я, как беспощадный коуч или злой психолог, сдаю этот вопрос, что в этом хорошего? Клиент, который первый раз этот слышит вопрос, он очень сложно это воспринимает. То есть, ну, часто бывает достаточно агрессивно. Ну, что в этом может быть хорошего, когда я вот работу потерял, без денег остался на улице, там, и так далее, да? Но этот вопрос очень ресурсный. То есть, если он, как бы здесь очень самое главное, не подсказывать клиенту, не помешать внутреннему его процессу. Когда клиент поймет, что если он потерял работу, это его шанс найти новую работу, может быть, лучше, да? Если он, как бы, сейчас столкнулся с проблемой, то у него появится опыт решения этой проблемы, и может быть, это какая-то экспертность даже в этом, да, и так далее. То есть, очень много таких возникает инсайтов у человека, который реально задается этим вопросом. Но, как правило, тот, кто впервые сталкивается с этим вопросом, когда я задаю клиенту этот вопрос, впервые, все говорят, даже это невозможно, Римон Джонс, вы такие дурацкие вопросы задаете, как можно так спрашивать? Это нормальная. Ваша задача – довести до конца, то есть найти даже не одно, а три ответа на этот вопрос. Найдите три ответа на этот вопрос. Этот вопрос очень сильный. Когда я изучала коучинг, это было в 2014 году, этот вопрос наш педагог задал моей подруге, у которой была семейная трагедия. Она потеряла папу, и это была трагедия всей жизни, он рано ушел. И коуч задает ей этот вопрос. Что хорошего в том, что ваш папа ушел рано? Это был очень такой больной момент. И моя подруга просто вышла из аудитории и ушла. Она обиделась, она еще прекратила. А через какое-то время она вернулась и сказала, вот я сейчас хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как работает этот вопрос. Она сказала, если бы он не ушел тогда, я бы не стала сейчас такой, как я есть. Я бы так и осталась с папиной дочерью. Ну, жила бы как сыр в масле и на всем готовом тогда. Сейчас я самодостаточная, я успешный бизнесмен, я там много чего достигла в жизни. Ну, то есть из этого, из любого негатива можно получить позитивный опыт. И этот вопрос, он помогает. Я, конечно, вам сейчас рассказываю взрослый опыт, психологический опыт. Но с детьми это очень хорошо работает. У меня есть, у меня два сына. Один студент, а один вот подросток в самом веселом, в уберсапном возрасте. И вот это, то есть в таком возрасте, когда психология не работает, а работает коучинг. Вот с подростком работает коучинг. Потому что каждый раз, когда возникает какая-то ситуация, я не хочу там делать, я не буду и так далее. Нет вопроса, а почему ты не хочешь, а почему ты не будешь. Есть вопросы, что теперь ты будешь делать. Что ты с этим будешь делать. То есть все вопросы в коучинге, они направлены вперед. Когда человек говорит, я не знаю, я не могу, я не хочу. Вопрос коучинговый вопрос заключается не в том, а почему так произошло, а как так случилось. Ну мне жаль там и так далее. Коучинговый вопрос заключается в том, что ты теперь с этим будешь делать. Как ты теперь из этого будешь выходить. Вот это я имела в виду, когда хотела сказать, что разница между психологией и коучингом в том, что коучинг направлен, весь вектор внимания направлен вперед. И весь механизм коучинга направлен. И ребенка к действию. Обязательно к действию. И сопровождать его до этого результат. Это как тренер, который не бежит за вас в 100 метровку, не плывет 400 метров кролем. Но он стоит на мостике или на дорожке со свистком. И контролирует ваш каждый шаг. И помогает вам в решении ваших вопросов. Вот так получилось 20 минут вашего времени занять. Я надеюсь, что инструменты будут для вас полезны. Если есть вопросы, я готова ответить. Римма Анжеловна, здесь есть вопрос. Но первый вопрос от меня. Если не зная всю систему коучинга, не будучи коучем, можно ли, применяя отдельные инструменты, скажем, улучшить, я не знаю, какую цель ставит педагог, улучшить взаимоотношения или направить ребенка. Я вот, скажем, не знаю всей системы, я не коуч, но можно ли, зная отдельные инструменты, как-то помочь детям, себе, педагогам? Ну, я думаю, что вы вот сами сейчас можете оценить вот эти пять инструментов, которые я вам дала. И любой из них можно использовать, ну, даже просто как упражнение в групповой работе, да. При этом понимать, ну, ваш ракурс внимания должен быть, что не застревать назад, не спрашивать, почему, когда, там все. Это не такая долгая работа психолога, там, на кушетке, да, когда клиент лежит год и, там, ковыряет его травмы. А это, наоборот, это движение вперед. Любой из этих инструментов вы можете смело использовать и посмотреть, какой будет результат. Спасибо. Здесь еще есть вопрос, который вот у нас здесь в чате на Фейсбуке. Какие инструменты коучинга наиболее приемлемы в работе с родителями, спрашиваю педагоги. Видите, вопрос вообще, работа с родителями, это, это, так, я что-то нажала. Работа с родителями, это вообще отдельная история. И здесь тоже очень важно про коучинг, но знаете, почему это важно? Потому что, ну, мы как все опытные педагоги, да, и психологи, мы знаем, что, ну, почти все проблемы детей, это, ну, они растут как бы из родителей, да, и часто, когда приводят к репутации, то, ну, оказывается, выясняется, что нужно поработать только с родителем. Да, ребенок, когда мы поработаем с родителем, то ситуация с ребенком изменится сама. Поэтому здесь можно использовать, я бы вот из этих любой рекомендовала, но в основном, конечно, вот эта техника, техника построения диалога и техника, как задавать вопрос. У меня есть очень хороший тоже тренинг на эту тему. В прошлом году я проводила его в школе ТАМАС, здесь в Алма-Ате, школа с педагогами. Там как раз был тренинг по эффективной коммуникации с родителями. Ну, потому что в частных школах есть своя специфика взаимодействия с родителями. В принципе, она такая же самая, как и в обычных школах. Мой сын учится в обычной школе, я знаю, я как родитель знаю, какая специфика взаимоотношений. Да, поэтому как простроить диалог, как, если пришел ребенок, вернее, родитель агрессивно настроенный, или он лояльный, или он равнодушный, да, как его вывести, поднять или там, наоборот, опустить градус ступения и вывести на полноценный диалог. И здесь у нас еще есть в чате вопрос, где можно пройти этот тренинг, тот, который вы назвали, и есть ли курсы повышения квалификации по коучингу, что бы вы рекомендовали? Нурадин Гузан задает. На самом деле, очень много коучинговых школ существует в Казахстане, очень много в России, в мире, поэтому существуют такие европейские ассоциации, международные ассоциации коучингов, да. Вы можете выбрать любую, которая вам по душе, вы можете онлайн обучаться и так далее. У меня нет таких специальных рекомендаций для этого, да. Но если, даже если у вас особенно нет психологического образования, да, то можно, я бы рекомендовала вот коучинговые инструменты использовать и коучингу обучаться. Тут не обязательно быть психологом, чтобы стать коучингом. Спасибо большое. Спасибо. А сейчас мы приглашаем к разговору Аделя Хамзаевна, магистр педагогики, сертифицированный коуч, International Coaching University. Слово вам. Здравствуйте всем. Видно, слышно, да? Да, вас видно, слышно, хорошо. Видно, слышно, да? Все очень приятно. Вот. Хотела сказать большое спасибо сейчас Риме Сиджановой. Я сама когда-то проходила у нее одну из коуч-сессий, не одну, скажем так. Ну и в каких-то таких ситуациях, когда нужен коуч, это человек, который может очень быстро, да, вывести на результат, вот. Поэтому я вот хочу добавить тому, что Рима Сиджанова сейчас сказала о том, что коуч – это действительно направленность на будущее, да? И это очень такой действенный инструмент, который может помочь любому педагогу, который работает и с детьми, и с педагогом. Я 25 лет проработала в Казанкове имени Абая на разных кафедрах. Кафедра начального и дошкольного образования, кафедра педагогики и психологии. И также работала на кафедре начальной военной подготовки и физической культуры, так как я еще и сама спортсменка, да, в будущем, в прошлом. Вот. Поэтому здесь очень важно в педагогике, да, вот почему можно применять инструменты коучинга в педагогике, потому что, как сказала вот Римма Маджуловна, не обещала бы это все применять. Когда я сама училась на коуча, то я поняла вообще, что я всю свою сознательную жизнь преподавала именно коучам. То есть я задавала всегда студентам вопросы, те, на которые они должны были ответить. То есть никогда не давала ответ в чистом виде, да. И это очень такой, ну, действенный момент. Вот. Здесь я бы хотела сказать еще то, что я, ну, как бы работаю именно в педагогике с точки зрения эмоционального интеллекта. Я являюсь актором еще книги по развитию эмоционального интеллекта. Вот такая вот книжка, да, она называется «Радужные бычки». И эта книга очень хорошо помогает детям, родителям и педагогам, как бы выйти на то, что чувствует сам ребенок. То есть все те вопросы, которые в коучинге существуют, их можно всегда переводить в формат эмоционального, скажем так, эмоционального ощущения ребенка. Когда вы через ощущение ребенка выходите на те ответы, которые вот сейчас перед вами стоят, то вы сможете увидеть реальные результаты. То есть эмоциональный интеллект, он как диагностика, которая дает вам возможность увидеть, с чем нужно работать вот в этой ситуации. Вот, допустим, могу сказать из своего опыта. Приходит ребенок, и у него такой вот страх, да, он закрывается, он закрывается от всех. И тогда мы начинаем читать книжку, и я у него спрашиваю такие вопросы. Кого любишь ты? Кто любит тебя, да? Тут у нас любовь, красный бычок, и тогда ребенок отвечает таким образом. Понимаете, у него такая реакция, у него стопор. Тут я понимаю, что у него нет, не то что нет чувства любви, он закрывается от этого чувства. То есть у ребенка не может быть такого, да, что он никого не любит и так далее. Здесь закрываясь, он показывает, что с этим проблема какая-то. Вот, и эта проблема, она выявляется через вот эти коучинговые вопросы. Вопросы могут быть абсолютно различные, но вот именно через эмоциональный интеллект, то есть то, что мы видим. И тогда уже можно было здесь у меня конкретно с этим работать, ребенка можно было работать через то, что проблема любви в чем заключалась? Там заключался момент такой, что бабушка и мама, они как бы между собой спорили о том, кто важнее для ребенка, да? То чья любовь для ребенка будет важнее в этой ситуации? И получается так, что ребенок, чтобы не обидеть никого, ни бабушку, ни маму, ему проще закрыться от обоих. И вот в этой ситуации ему сложно ответить на этот вопрос. К кому он какие чувства испытывает, да? Кого он любит? Особенно у нас любят задавать вопрос, кого ты любишь больше, кого ты любишь меньше, да? Там бабушек, мам, дедушек и так далее. Эти провокационные вопросы ставят ребенка в тупик. И это очень болезненно для ребенка. Следующее еще, что я хотела сказать, что ребенок развивается только тогда, когда чувствует себя в безопасности. Безопасность ребенка в плане именно эмоциональности – это очень большой, скажем так, ресурс, который могут использовать педагоги. Вот меня вообще слышно, видно, да? Я как бы так говорю. Хорошо. Все хорошо, спасибо большое, да. И, в общем-то, можно использовать, скажем так, инструменты коучинга в методиках, когда вы хотите расслабить ребенка, когда идет, допустим, звучит какая-то музыка, продиагностировать его, какие проблемы у ребенка в данной ситуации, опять же. Я очень часто использую упражнение «цветок». То есть мы включаем музыку, и под эту музыку каждый ребенок, мы проговариваем о том, что каждый ребенок должен представить себя каким-то цветком. звучит музыка, а во время этой музыки ребенок может проявлять себя по-разному. Он может ходить, он может сесть, он может лечь вообще, да, и так далее. В зависимости от того, что происходит во время упражнения, можно понаблюдать, себе записать и потом уже спросить. После того, как заканчивается музыка, можно спросить у ребенка, да, и тут уже каждый отвечает, каким он был цветком, что это за цветок, где он растет, что он из себя представляет, как он взаимодействует с другими цветами, скажем так, на этой полянке или там в лесу или где это, да, в зависимости от ответов мы можем понять, какие проблемные места сейчас у ребенка, то есть на что обратить внимание, или он закрывается, или он ни с кем не взаимодействует. То есть в ответах ребенка мы уже можем увидеть то, на что обратить внимание, ну, в первую очередь, да. Вот это вот тоже одно из любимых упражнений детей, которые действенны, работают и танцедвигательные психологи, я знаю, с этим упражнением, и оно очень такое вот идейное, да. Вот, затем хотела поделиться следующим инструментом, это инструмент, который называется водопад, опять же, релаксационное упражнение, да, в котором ребенок может попасть вот-вот под это. Техники, практически все упражнения коучинга, они идут через эмоциональный интеллект, то есть что ты чувствуешь, да. Я всегда задаю этот вопрос, и мне легко было учиться в коучинге, потому что когда на занятиях всем нужно было практиковаться, то у меня всегда была, ну, готовая, скажем так, практика, потому что я всегда исхожу из того, что чувствует человек, когда звучит тот или иной вопрос, когда он выполняет какое-то упражнение, когда ребенок даже слушает музыку, что он чувствует, ответ на этот вопрос всегда дает нам очень много информации. Вот. Следующий вот этот вот поток упражнения водопад, оно очень-очень тоже достаточно такое сильное в том плане, что во время именно, когда ребенок расслаблен, он очень хорошо чувствует. И, во-первых, нужно, конечно, дойти к тому, чтобы ребенок смог расслабиться, да, вот это вот самое важное, скажем так. Но когда уже он расслабился, и вот идет это упражнение, эмоции может быть, да, в этом упражнении. И через эти эмоции мы тоже можем увидеть, что чувствует ребенок, когда… То есть это может быть страх очень часто, да, очень может часто скрываться какие-то подсознательные страхи, которые не видно сразу. Очень часто это может быть какие-то даже обиды, да, и так далее. То есть вот этот водопад, он помогает ребенку каким-то образом очиститься от вот этого. То есть проживая вот в этом моменте эти чувства, ребенок от них освобождается, да, и это очень такое важное упражнение, которое поможет детям, знаете, быть спокойнее, с уверенностью смотреть в будущее, и помогает ребенку, скажем так, увидеть самому. Он может даже увидеть те страхи, которые он не видит в обычной повседневной жизни вот через это упражнение. Вот. Еще хотела сказать о том, что мы… Я часто использую пирамиду Дилса. Тут пирамида Дилса работает каким образом? Ну, то есть для меня пирамида Дилса, она же пирамида Маслоу, да, если так посмотреть на нее, скажем так, относительно. То есть тут идет в пирамиде Дилса больше через действие, а в пирамиде Маслоу там просто о том, что там физиологические потребности, такие потребности, да, просто перечисляются. А в пирамиде Дилса у нас идет вся, в принципе, деятельность через движение, да, о том, что мы делаем для того, чтобы подняться к своей миссии, к своему предназначению и так далее. Вот. И здесь уже можно ставить очень много… Время, да? Какие молодцы. Большой-большой турнир от работы. Продолжайте. Да, что-то я не совсем поняла. Время, не время. По-моему, еще у меня есть. Еще есть, по-моему, у меня несколько минуток, да? У вас есть, да. Да, все хорошо. Вот. И в пирамиде Дилса, да, она работает таким образом. Если мы совершенно спокойно… Ребенок может сказать свое окружение, да, где он живет, с кем он живет, то уже… Упражнение выйти на то, какие у него способности, да, когда мы выходим на способности, то у меня есть такое упражнение, когда дети пишут, что у них лучше всего получается. И если это маленький ребенок, ему сложно описать, то тогда мы у него спрашиваем, что ты умеешь делать лучше всего. И тогда мы за него пишем, и просто это он проговаривает. Я умею делать то, а даже самый маленький ребенок в три года вам сможет сказать несколько ответов на эти вопросы. И тогда из этого вы сможете уже увидеть способности. То есть очень четко в начальной школе уже мы видим такую, скажем так, уже дифференциация есть, да. То есть есть дети с математическим, с математическим, есть дети более творческие, есть дети, которые больше, ну, направлены в гуманистическое, скажем так, направление. И когда мне говорят, как так можно в начальной школе уже определить, я, например, ну, как бы по детям, с которыми я работаю, я это вижу. Это четко очень проявляется. Вот. И способности они вам сами скажут. В принципе, все дети в начальной школе любят играть, любят рисовать, любят лазить, любят танцевать и так далее, да. Но в любом случае тот ребенок, у которого математический склад, он все равно скажет, что он любит играть в шахматы, ему нравится, допустим, это, да. Он любит логические задачи решать, он любит решать уравнения какие-то и так далее. Вот. Затем из, по пирамиде Дидилса, если мы идем вверх, очень сложно выйти на ценности. Это, как бы, ну, считается один из высших, да, перед идентичностью. На ценности мы выходим каким образом? Можно задавать, опять же, вопросы, что ты делаешь, и затем нужно задать вопрос, для чего ты это делаешь. И в педагогике очень важно, чтобы ребенок шел не потому, что так надо кому-то, да, то есть мы идем не от внешней мотивации, мы идем из внутренней мотивации. Мы идем к тому, что ребенок сам хочет это делать и поэтому делает, да. Очень часто я с педагогами разговариваю и говорю, что не заставляйте ребенка учиться, сделайте так, чтобы ребенок захотел учиться у вас, да, чтобы он захотел изучать ваши предметы, чтобы он захотел сделать ваши домашние задания и так далее. То есть когда у нас есть внутренняя мотивация ребенка, и он сам захотел это сделать, то мы получим совсем другой результат. И вот ценности, мы выходим на ценности каким образом? Мы говорим о том, что если он что-то делает, да, вот он перечисляет им, что делает, и тогда мы говорим, для чего ты это делаешь. Когда он, ребенок объясняет, что он это делает, потому что хочет помочь маме, или, допустим, он дал слово папе, или он так договорился с дедушкой и так далее, то мы видим, что здесь ценности не потому, что вот мое только я, да, вот я так хочу, мне это надо и все. То есть, ну, когда мы часто знаем, дети манипулировать любят, да, нами взрослыми, и здесь это очень четко у них получается, особенно когда ребенок маленький. До пяти лет многие родители очень четко поддаются на то, чтобы ребенок ими манипулировал. А вот в этой ситуации, когда мы задаем вопросы, ребенок отвечает, вы очень четко можете увидеть, что ценности ориентированы на такие категории, как, допустим, семья, здоровье. Иногда это, в общем-то, и достаточно такие высокие, скажем так, уровни, когда ребенок ориентирован на то, что есть какая-то, скажем так, еще сила, ну, скажем так, высший разум, как дети, да, по-разному объясняют. Кто-то сразу говорит, это Бог, кто-то говорит, это там, допустим, небо, кто-то говорит, это высший разум, кто-то еще что-то, но они уже ориентируются на достижение. Вот, и потом уже из ценности мы выходим на идентичность, да, то есть мы выходим на то, что предназначение, что и здесь мы выходим к его целям, то есть для чего его жизнь, для чего она ему дана, как ее нужно прожить. И тут очень часто я задаю вопрос, что такое цель жизни и что такое смысл жизни. И если для взрослых это, честно говоря, такой вопрос, который ставит их в тупик, вот, допустим, я ставила этот вопрос перед одиннадцатиклассниками, из ста человек, только два человека смогли более или менее вразумительно ответить на него. И если я ставлю этот же вопрос в начальной школе, то я вам хочу сказать, что они очень четко отвечают, потому что у них еще не сознание, скажем так, еще открыто, они еще не находятся вот в этих рамках, когда вот, в принципе, в школе, да, очень часто, что плохо, многие ставят рамки перед детьми, за которые нельзя быть, и тогда ребенок уже не сможет вам ответить на этот вопрос. А так, в общем-то, в начальной школе очень часто все дети практически очень четко отвечают на этот вопрос, и они говорят так, цель жизни – это то, к чему я стремлюсь, кем я хочу быть, что я хочу сделать в этой жизни, а смысл… то есть, чтобы это не было, скажем так, чтобы я это делал, это экологично, да, чтобы я не нарушал чьих-то границ, чтобы это было как-то, скажем так, ну, достаточно эмоционально, в эмоциональном равновесии по отношению ко всем, кто находится в этой ситуации. Вот, наверное, все. Я, в принципе, могу говорить долго, поэтому меня лучше остановились. Спасибо большое. Здесь есть вопросы от участников нашего вебинара. Необходимо ли каждому педагогу владение инструментами коучинга? Вы знаете, я бы сказала так, это просто обязательно необходимо, потому что весь педагогический процесс, он состоит из вопросов и ответов. Если педагогчица правильно ставить перед учениками вопрос, то уже, можно сказать, он закладывает тот фундамент, который потом будет помогать ребенку самостоятельно учиться. Здесь еще, коллега, но это не вопрос, а некоторое, видимо, пожелание, что коучингу можно научиться, лишь используя его на практике. То есть вот теоретически коучингу нельзя обучиться. И можно ли обучиться коучингу самому? Вот, скажем, не обращаясь к тренингам, к другим коучам, а, скажем, вычитать материал из интернета и применять его. Вот так вот. Ну, вы знаете, я же, как и сказала в самом начале, то есть я, когда пошла учиться, то я поняла, что я всю свою жизнь, в принципе, преподавала как коуч. Но когда вы обучаетесь коучу или, допустим, в менторство кому-то идете просто, то вам помогут не сделать тех ошибок, которые могут сделать, если вы неопытный еще учитель, да, чревато, потому что это уже ответственность ваша перед детьми. То есть вы же вкладываете в детей то, что... Поэтому, конечно, лучше, конечно, профессионально обучиться, я считаю. Но мне было легко учиться, потому что это было как бы... Хорошо. И еще один, я думаю, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, как с помощью коучинга помочь подросткам, если у них пропал интерес к учебе? Меня слышно? Вас слышно. Аделя Хамзаевна, вы на связи? Ну, наверное, да, по-технически. Аделя Хамзаевна, вы с нами? Ну, я думаю, что в целом коллега завершила свое выступление и в целом ответила на вопросы. Коллеги, я хотела сказать, что в чате вебинара есть ссылка, где вы можете оставить свои данные, зарегистрироваться. И как мы все знаем, если коллега посетил весь ряд вебинаров, там 4, да, 3, в каждом ряде по-разному, то он получит сертификат. До новых встреч, коллеги! Как обычно, у нас вебинары бывают во вторник, в четверг, поэтому приглашаем к участию на следующей неделе. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok